МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Трудовые гарантии. Подписано новое трехстороннее соглашение между облсполкомом, областным объединением профсоюзов и союзом нанимателей. Праздник спорта, юности и дружбы. В Гомеле открыли лыжероллерную трассу и приняли первые соревнования биатлонистов. Женская солидарность. Елена Кличковская возглавила областную организацию Белорусского союза женщин. Призвание спасать жизни. Наши корреспонденты пообщались с обладателем премии Человек-года, хирургом-онкологом Владимиром Тачихиным. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. В Гомеле на этой неделе подписано новое трехстороннее соглашение между облсполкомом, областным объединением профсоюзов и региональным союзом нанимателей. Ключевой для Гомельской области документ социального партнерства будет действовать до 2021 года. Он станет ориентиром при составлении тарифных соглашений и коллективных договоров, в которых прописываются социальные гарантии. Подробности узнали мои коллеги. Подписание соглашения – заключительный этап конструктивного диалога власти, профсоюзов и нанимателей региона. При его подготовке был учтен опыт заключения и исполнения предыдущих документов, а также изменения в трудовом законодательстве страны. Взаимная заинтересованность социальных партнеров способствовала тому, что соглашение усилило права и гарантии работников. Нормативный акт, это соглашение, он принципиально очень отличается от предыдущих, потому что он носит в основном свой обязательный характер. Ранее соглашение существовало, оно носило каким-то, можно сказать, в большей степени рекомендательный характер. В настоящее время это тот документ, который необходим нашим правозащитникам для отставления именно в судах прав и гарантии наших граждан, трудящих. Так, в новом соглашении предусмотрены дополнительные нормы для работников, имеющих неполную семью и воспитывающих несовершеннолетних детей. Закреплены меры стимулирования работников, затронуты вопросы занятости, в том числе трудоустройства молодежи, лица с ограниченными возможностями, граждан пенсионного возраста, воспитывающих несовершеннолетних детей. Нормы трехстороннего соглашения обязательны и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. Данный документ – это тот свод минимальных гарантий, минимальных норм для как нанимателей, так и работников, для того, чтобы в дальнейшем на основе соглашения заключались и коллективные договора, и отраслевые, тарифные, районные, городские соглашения. Соглашение призвано сохранить социально-экономическую стабильность в трудовых коллективах, а вместе с тем и поддержать динамичное развитие экономики региона. Отметим, в прошлом году в области было создано 7,5 тысяч новых рабочих мест. На треть возросло количество самозанятых граждан. На стимулирование работников предприятиями потрачено более 24 миллионов рублей. Два миллиона – на пропаганду здорового образа жизни в трудовых коллективах и содержание спортивно-оздоровительных объектов. Евгения Кухаронок, Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Погода не способствовала, но зерна будет больше. Таким прогнозом на нынешний урожай поделился председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. В пятницу губернатор принял участие в чествовании тысячников сельхозпредприятия «Новая Нива» Лельческого района. Высокий результат на счету экипажей Сергея Лосия и Степана Влазнюка, Игоря Заризаки и Анатолия Казаченко. Водителями-тысячниками стали Артем Фитцнер, Валерий Савченко и Андрей Куцев. Всего в хозяйствах Гомельщины более 30 экипажей намолотили свыше тысячи тонн зерна. И два – более двух тысяч. Перевезли свыше тысячи тонн более 90 водителей. Почти 80% площадей, отведенных под зерновые, в регионе уже убрали. Вопросы строительства школ, благоустройства дорог, ремонта жилья, трудоустройства. 7 августа председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей провел прием граждан и юридических лиц. Записались 8 человек. За три часа Геннадий Соловей внимательно выслушал все жалобы и предложения жителей Гомельщины и комментарии по озвученным вопросам представителей ответственных служб. Среди тем, которые поднимались на встречи – строительство новой школы в Новобелице. В новом микрорайоне проживает 1300 многодетных семей. И такая необходимость очевидна. Как планируется, в следующем году будет создана проектно-сметная документация для объекта. Во время приема прозвучали также вопросы от дольщиков по возврату денег, вложенных в жилищные облигации на строительство дома. Были и просьбы помочь решить спорные моменты, связанные с трудоустройством. Каждый вопрос будет проработан отдельно и, по возможности, согласно закону, решен. Сегодня в Беларуси отмечается День строителя. Накануне профессионального праздника в Гомеле состоялось торжественное собрание. Такие мероприятия – это в первую очередь приятные встречи, особенно для тех, кто отправился на заслуженный отдых. Людям, которые десятилетиями работали рядом, всегда есть о чем поговорить. И не только вспомнить былое, но и поделиться взглядами на работу своих преемников. Те, кстати, традиции предшественников приумножают и выполняют поставленные перед отраслью задачи. Со сцены звучали многочисленные поздравления лучших сотрудников отрасли, наградили благодарностями и почетными грамотами и вручили нагрудные знаки за заслуги в строительстве. Вчера в Гомеле состоялось торжественное открытие лыжи роллерной трассы. Она разместилась на площадке между улицей Луговой и Грибным каналом в Новобелице. Разработкой проекта занимались в институте «Гомель-граждан-проект». Специалисты изучили подобные объекты по всей Беларуси. В результате гомельский вариант получился не только эффективным, но и более экономичным по сравнению с аналогами в других областях. К слову, на новой лыжи роллерной трассе уже успели разыграть первые комплекты наград. На выходных здесь проходил первый этап открытых республиканских соревнований по биатлону среди молодежи. Все подробности у Дмитрия Котова. Лыжи роллерная трасса получилась на славу. Такой вердикт выносят все, кто успел провести здесь тренировочный заезд. Среди тестировщиков и легенды биатлона. Накануне они проводили мастер-класс для начинающих спортсменов и успели оценить все преимущества новой трассы. А также отметить, что при наличии хороших тренеров биатлон в Гомеле будет развиваться с семимильными шагами. Есть дети, есть желание, стремление. Поэтому результат должен в конечном итоге получиться очень хороший. И я надеюсь, что в ближайшем будущем гомельские спортсмены смогут выступать также на первых международных соревнованиях детских, которые будут проходить в каких-нибудь из стран. Протяженность трассы 1 километр, ширина 4 метра. Расположена она на берегу Грибного канала. Биатлонный комплекс включает также стрельбище на 24 мишени. Впервые использована не традиционная система, а разработка гомельского домостроительного комбината. Специальные стеновые панели с необходимым покрытием и отделкой для размещения мишеней. Напротив трибуны, рассчитанные на 500 зрителей. По краю трассы установлено видеонаблюдение и освещение, что позволит сделать тренировки комфортными и безопасными как в дневное, так и в вечернее время. Комплекс, к слову, был построен всего за два месяца. Итоговым результатом остались довольны все. Конечно, замечательный комплекс получился. Я хотел бы сказать большое спасибо и властям области, и властям города, а также строителям за то, что сделали такой замечательный подарок детям, биатлонистам. Я хочу сказать, что здесь не только биатлон будет пользоваться этой трассой, потому что это действительно замечательно. И для грибцов велотренировку сделать. Но, конечно, основной это биатлон. То, что разработано такое стрельбище, замечательно. Я думаю, что этот опыт будем брать и в остальной республике. На церемонии открытия председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей отметил. Очень приятно, что появление трассы совпало с принятием указа президента, согласно которому школьники и воспитанники спортивных школ на подобных объектах смогут заниматься бесплатно. В регионе сейчас два отделения биатлона – в Жлобине и Гомеле. Если в городе Металургов лыжероллерная трасса раньше существовала, то областной центр был практически обделен инфраструктурой. И потому появление подобного комплекса должно в значительной степени повлиять на развитие биатлона. Также трасса не будет закрыта и для обычных любителей спорта. Режим работы для посетителей с 8 до 22 часов. Все оборудование можно будет взять на прокат. Комплекс находится в центре города. Аналогов комплекса нету именно в данном ключе. Потому что обычно все такого рода объекты строятся далеко за городом. И здесь, благодаря тем изменениям, которые в законодательстве произошли, позволили проектантам и строителям возвести этот замечательный объект здесь, в центре города Гомеля, что своеобразно будет, мне кажется, складываться в том числе и на его заполнении и эффективном использовании. Только завершилась церемония открытия биатлонного комплекса, как началась подготовка к официальным стартам. Примерно через час начался первый этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона. Он собрал спортсменов со всей страны. Всего около 150 участников. Среди них спортсменка из Жлобина Виктория Мельник. Ее путь в спорте только начинается. Желание связать свою жизнь с биатлоном возникло год назад. Я была в классе. У нас был белорусский язык. Зашел мой тренер и сказал, ну, дал нам записочки, сказал, если хотите приходите, мне понравилось. Ну, я пришла на первую тренировку, мне понравилось на роллерах. И, в итоге, я пришла сюда. А вот Никита Самсонов на соревнованиях такого уровня в третий раз. Пока высокими результатами похвастаться не может. Но уверен, что большие победы впереди. Возможно, начало им будет положено на новой лыжероллерной трассе в Гомеле. Трасса хорошая. Я уже попробовал на роллерах покататься. Тоже хорошо. Стрельбище тоже хорошее. Стрелять можно. А для Александры Рылко эти старты и вовсе знаменательные. Соревнования проходят в ее 17-й день рождения. Девушка параллельно занимается двумя видами спорта. Приоритет пока отдает биатлону. В биатлоне мне больше нравится стрелять. Даже если у меня не получается, это круто. Подъезжаешь к дневному рубежу. Эти подготовки. Все. Это нравится. У белорусского биатлона большое будущее. Есть хорошая инфраструктура, тренерские кадры и стремление молодых ребят покорять спортивные высоты. Но, безусловно, основа любого будущего – это сохранение истории. О великих достижениях белорусского биатлона говорили в общественно-культурном центре. В зале прославлены спортсмены и тренеры. Каждый из них внес весомую лепту в развитие и популяризацию этого вида спорта в нашей стране. Мы пригласили ветеранов нашего биатлона отдать им должное. Действительно, наш биатлон за последние годы вырос. И, конечно, это заслуга их. Мы их сегодня пригласили почествовать, сказать им большое спасибо. И показать с этим открытием стадиона нового, с проведением соревнований, что их дело живо. Оно будет продолжаться. И будущее у нашего биатлона есть. Несомненно, есть. Я в этом уверен на сто процентов. Кульминацией вечера стало вручение нагрудных знаков за вклад в развитие биатлона, а также презентация книги «Белорусский биатлон. 60 лет». Дмитрий Котов, Игорь Морищенко. Новости недели. И еще о спорте. Команды гандбольного клуба «Гомель» вернулись из отпуска и активно готовятся к новому сезону. В обновленном составе женская и мужская дружины проводят межсезонье на тренировочных площадках и уже ставят задачи на предстоящий игровой год. О золотом времени гандбольного клуба «Гомель» и о том, почему в команде называют восьмым игроком председателя гомельского госполкома Петра Кириченко, большое воскресное интервью с директором гандбольного клуба «Гомель» Александром Подосиновым. Сегодня сложно поверить, но меньше десяти лет назад гандболисты и гандболистки из «Гомеля» не поднимались выше шестого и седьмого места турнирные таблицы в масштабах страны. Сегодня женская гандбольная команда лучшая в стране. Александр, как удалось возродить дружину и возродить мотивацию каждого из ее членов? Да, действительно были времена в нашем гандболе, когда наши гомельские команды редко поднимались в верхнюю часть турнирной таблицы. Здесь важно, наверное, отметить, что тот итог, который мы сегодня имеем, ту команду, в каком виде она сегодня существует, это результат четко спланированной работы, многолетней работы на результат, потому что были времена, когда мы заглядывали, скажем так, на пьедестал, мечтали о бронзе. В определенный момент мы этого добились. Потом начали ставить постепенно задачу, почему замахнуться на серебро. Ну и пришли в какой-то момент на те высоты, на которых находимся сегодня. За последние четыре года чемпионский кубок трижды имел прописку в Гомельскую. Плюс мы к этому прибавили четыре кубка Беларуси. Есть чем гордиться. Вообще, достаточно часто знаю, вы сегодня называете председателя горосполкома Петра Кириченко восьмым игроком команды. Расскажите, почему? А как иначе? Здесь нужно отметить сезон 2007-2008, когда Петр Алексеевич возглавил Гомельскую областную федерацию Гонбола. И, наверное, этот момент стоит считать именно точкой восхождения к сегодняшним результатам. Человек, несмотря на то, что занят на основной работе, ведь должность председателя федерации областной – это сугубо общественная нагрузка. Человек находит время, глубоко погружается в клубные процессы, будь то финансовые или вопросы комплектования. То есть это действительно так мы считаем членом полноправным нашей большой гонбольной семьи. Более детально предлагаю поговорить о женской гонбольной дружине. Много ли легионеров в ее составе и чем сильна команда сейчас? В прошедшем сезоне в женская команда заявка насчитывала 20 человек. Из них всего лишь пятеро – это представители других стран. Две гонболистки у нас из Украины играют, трое – из России. Не так много? Да, действительно, четверть команды все составляет приезжие игроки. Все остальные – наши белорусские. К слову, надо отметить, что на прошедшем сборе национальной команды были вызваны 9 гонболисток Гомеля плюс главный тренер. Поэтому это действительно солидный показатель. Вообще клуб сегодня – это не просто спорт и не просто работа. Возможно, от того результативность. Говорю сейчас я про особую атмосферу в коллективе. И то, что именно здесь сегодня создаются в том числе и семьи, самые настоящие. Да, действительно, такие случаи имеют место быть. Образуются у нас, скажем так, новые ячейки общества. В принципе, никто этому не препятствует. Иногда отношения выходят за рамки, игровой площадки. Как правило, о таких ситуациях мы уже с тренером узнаем последнее. Это никак не мешает добиваться результатов? Или, наоборот, вдохновляет на победу? Ну, здесь все индивидуально, наверное. Кому-то мешает. Ну, с нашим тренером, в принципе, долго как-то в облаках летать не приходится. Он быстро возвращает в нужную колею. В вашей личной спортивной карьере достаточно много зарубежного опыта. Что еще из увиденного тогда хотелось бы перенести в нынешний Гомель? Очень надеюсь, что в один из дней в структуре нашего клуба у нас получится, скажем так, организовать клубную пирамиду полноценную, да, с молодежным составом, с группами подготовки молодых гомболистов. И тем самым мы сможем готовить полноценно, собственно, ручно кадры для основной команды без привлечения зарубежных игроков. Кирпичики в основании этой пирамиды, думаю, уже сегодня заложены. И, подводя черту в разговоре, снова о чемпионстве Гомеля. Наверняка вам знакома достаточно известная фраза баскетболиста Майкла Джордана. Каждый мечтает стать следующим Майклом Джорданом. Я же должен доказать, что я все еще сам Майкл Джордан. По-моему, неплохой мотиватор и для каждого из нас, и для золотой команды. Могу заверить, что в новом сезоне проблем с мотивацией и желанием у команды не будет. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить гомельских любителей спорта на наши домашние матчи, поддержать мужскую и женскую команду. Уверен, нас ждет захватывающий сезон. Успехов и спасибо за интервью. Она знает все о заботах, работе и мечтах женщин. И уверена, что представительницы этой половины человечества – большая созидательная сила. На заседании правления Гомельской областной организации Белорусского союза женщин выбрали нового председателя. Ею стала управляющая делами областного исполнительного комитета Елена Кличковская. Она прошла профессиональный путь от воспитателя в детском саду до заместителя и директора школы. Работала в отделе образования. Многие годы прошли преимущественно в женских коллективах. Поэтому Елена Кличковская хорошо знает, что беспокоит женщин, чем они живут и в решении каких проблем чаще всего нуждаются. Сейчас в составе региональной организации Белорусского союза женщин почти 13 тысяч человек. Самые масштабные первички в Калинковичском и Жлобинском районах. Задача нового руководителя не только увеличить их количественный состав. Главное, чтобы женщина чувствовала себя защищенной, имела право принимать активное участие в социально-экономической и политической жизни региона и страны в целом. В системе работы Белорусского союза женщин всегда есть понятие выездные правления. И ближайшее выездное правление будет у нас проходить в городе Минске. Это будет 23 августа. У нас есть планы, которые мы верстаем с самого начала года. Но вместе с тем по предложениям нашей женской общественности мы рассмотрим обязательно вопрос о том, как на производстве поддерживаются семьи. Как создаются условия для того, чтобы родители могли выполнять семейные обязанности. То есть то, что сейчас как модно звучит, что рабочие места дружественны семьям. Это очень важно и всегда очень важна позиция работодателя, которая поддерживает человека. И в том числе о том, он понимает, что человек всегда будет работать качественно и хорошо, если у него дома семья, если дома все хорошо, если он спокоен за своих детей, если он спокоен за то, что у него на рабочем месте будет все в порядке, безопасно и рассчитывает полностью на взаимопонимание со стороны работодателя. Пока же у активисток областной организации Белорусского союза женщин важные заботы. Нужно помочь собрать в школу детей, которые остались без родителей или растут в многодетных семьях. На очереди и много новых интересных проектов, направленных на то, чтобы как можно больше людей в нашей стране получили искреннее внимание и помощь. Новости недели продолжают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек-года». Одна из семи номинаций – призвание. По итогам работы в 2018 году победителем в ней стал хирург-онколог, заведующий отделением опухоли головы и шеи Гомельского областного клинического онкодиспансера Владимир Тачихин. С «Человеком года» встретилась Светлана Князева. Это очень откровенная история. Где-то в 12 лет еще при Советском Союзе были такие журналы «Роман-газета» «Зеленые». Они выходили один раз в квартал. И тогда Николай Михайлович Амосов написал свое представление, называется «Мысли и сердце». Это он создавал на Украине кардиологический центр. Мне в руки попались первые номера, и я взахлеб начинал читать. Я не знаю, что перевернуло тогда действительно мое мировоззрение, но оно действительно перевернулось. И с того момента просто в голове родилась мысль стать врачом. После окончания школы и службы в армии Владимир Тачихин поступил в Минский государственный медицинский институт. Учился на стоматологическом факультете по специальности челюстно-лицевая хирургия. Еще будучи студентом третьего курса, стал членом студенческого научного общества, выступал на студенческих конференциях. А с пятого курса в качестве студента-наблюдателя начал посещать отделение «Онколор» и онкостоматологическое отделение научно-исследовательского института онкологии. Я достаточно хорошо закончил институт. На государственных экзаменах я получил по челюстно-лицевой хирургии отлично с отличием. Это действительно факт. И в 91-м году в голове судьбы я попадаю вне онкологии в качестве врача-интерна. А уже в 94-м 32-летнего Владимира Тачихина пригласили в Гомель для организации открытия первого в Беларуси отделения опухолей головы и шеи. На сегодняшний день это полнофункциональное отделение, которое занимается хирургическим лечением рака гортани, гортоноглотки, носоглотки, средней зоны лица, орофрингеальные зоны, рак шейного отдела пищевода, злокачественные опухоли, щитовидные железы. И полноценный, полный набор всех видов пластических реконструктивных операций с применением даже микрохирургической техники. У Владимира Тачихина большой опыт сотрудничества с зарубежными коллегами. Он стажировался в Германии, Италии, США, Японии, Чехии. Является членом Российско-Европейской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Автором 38 рационализаторских предложений, 9 патентов на изобретения, 48 публикаций, 4 монографии. В 2017 году Владимир Тачихин стал лауреатом второй степени конкурса «Врач года Республики Беларусь». А в 2018 победил в конкурсе «Лучший врач-онколог-хирург Гомельской области» и конкурсе «На лучшую диссертацию». Награжден нагрудными знаками «Гомельский мастер», «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» и «Лучший наставник». Владимир Тачихин прост и открыт в общении. Он честен и дипломатичен во взаимоотношениях с пациентами и их родственниками. Несмотря на то, что медициной наш герой живет уже много лет, он не перестает восхищаться этой наукой и открывать в ней новые горизонты. Владимир Валентинович умеет испытывать радость от простых житейских мелочей, таких, к примеру, как поход в лес или общение с друзьями. Ну а рецепт от профессионального выгорания, с кем не бывает, герой нашей программы, известен. Надо заставлять себя. Вы знаете, есть хорошее высказывание. Библии «Дорогу осилит идущий». Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. Белорусские повара сошлись в кулинарном поединке на фестивале «Мотольские прессмаки». Самый известный гастрономический форум Полесья проходит в агрогородке Мотоль Ивановского района Брестской области. Необычные блюда, воссозданные по старинным рецептам, покорили многочисленных гостей фестиваля. Не устояли даже гурманы. Свою уникальную культуру прославлял и гумельский регион. Льняная карусель вновь закружила корму. Фестиваль прошел с большим размахом. Участие в нем приняли и наши корреспонденты. Праздник белорусского шелка на этот раз принимал гостей из России, Украины, Бельгии и Австрии в программе «Льняной парад» и дефиле «Мастер-классы и выступления», а также экспресс-курсы по истории льна, использовании его в кулинарии, косметологии и изготовлении одежды. Любой желающий даже мог попробовать научиться ткадскому мастерству. Напомним, льняная карусель кружила райцентр в третий раз. На неделе во дворце Румянцевых и Паскевичи подвели итоги республиканского пленера. Участие в нем приняли девять знаменитых белорусских художников. Работали мастера кисти на территории Гомельского парка. Когда в творческой лаборатории нет стен и крыши, рождаются самые смелые и самые яркие идеи. Как правило, на пленерах полноправными героями картин становятся свет и воздух. И в сочетании с душевным порывом художника на свет появляется искреннее искусство. С результатами недельного пленера гомельчане ознакомились на импровизированной выставке. Здесь представили не только пейзажи. Многие художники заглянули во дворец и написали картины в полузабытом сегодня жанре «Интерьерная живопись». Сейчас все работы отправились в мастерские своих создателей. Там их доработают, оформят и преподнесут дар Музею Дворца Румянцевых и Паскевичей в дни празднования векового юбилея. Один из участников пленера отметил в Гомеле день рождения. 8 числа 8 месяца ровно в 8 часов утра и 8 минут знаменитый символист, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов организовал перформанс в парке. Художник наносил последние штрихи на живописную работу, когда рядом возник поэтический образ музы. Свою новую работу, написанную во время утреннего пленера, мастер передал в дар Музею Дворцово-Паркового ансамбля. Лето – это маленькая жизнь. В Центральной городской библиотеке Минигерцена открылась выставка фотографий Ирины Карпенко. В экспозиции 25 работ, главные герои которых – дети. Автор объединила коллекцию фотографий названием «Лето – это» с предсказуемым продолжением фразы. Экспонируются работы в рамках эксклюзивного проекта Центральной библиотеки «Выставочное пространство молодым». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова